Привет друзья, сегодняшний проект настолько же прост и доступен для изготовления в домашних условиях, насколько полезен, крут и не имеет аналогов в продаже. Поехали! Шёл жаркий летний день, мозг плавился, и я решил объединить несколько своих интересных проектов в один. Во-первых, это огненный светильник, который вам очень понравился своей простотой и вообще визуальными эффектами, я видел очень много народу его повторило. Во-вторых, это матрица на адресных светодиодах, в которой было полно всяких интересных эффектов, вообще это один из моих любимых проектов. И в-третьих, будильник рассвет, будильник, который плавно заливает комнату светом. Что получится, если их соединить? Мне кажется получится супер мега дикая убер гипер ультра ничоси лампа. Давайте попробуем её сделать. Значит нам понадобится вот такой стеклянный матовый плафон, самая основная часть нашей лампы. Огромное спасибо подписчикам за то, что нашли такой в леруа мерлен и подсказали мне о его существовании. Точно там же берём канализационную трубу диаметром 50 мм, длиной можно 250 мм, самую короткую на 40 мм и заглушку на 40 мм. Хорошее начало для суперсовременного девайса, не правда ли? Мозгами лампы, наконец-то, по вашим многочисленным просьбам, будет ESP8266 в лице платформы NodeMCU или VEMOS D1 Mini. То есть наша лампа будет управляться по вайфай со смартфона. Также понадобится сенсорная кнопочка. Это готовый модуль на основе микросхемы TTP223. Блок питания на 5 вольт и 3 ампера. Я взял на 2, его вполне хватит. Ссылки на все китайские компоненты на алиэкспресс вы найдёте на странице проекта у меня на сайте, ссылка будет в описании под видео. И теперь самое главное – светодиоды. Нам понадобятся адресные светодиоды, то есть такие светодиоды, которыми можно управлять каждым в отдельности. Сначала я экспериментировал с адресной светодиодной лентой, наматывал её на разные трубки и пытался создать цилиндрическую матрицу. Что-то более-менее совпадающее получилось при наматывании ленты на банку от газира. Но смотрите в чём соль. У китайцев дешевле выходит взять готовую матрицу в адресных светодиодах, чем мотать её самому. При высоком разрешении, конечно же. Так что я буду использовать именно готовую матрицу, а она между прочим идеально наматывается на трубу диаметром 50 мм. Пока вы качали игру, я успел отметить часть 50-й трубы, которую нужно будет отпилить. Это размер матрицы, отложенный от раз труба. Далее берём сороковую трубу и отпиливаем вот этот краешек. Далее просто отпиливаем раструб. Значит сороковой раструб вставляется в 50-ю трубу. Почти идеально. Добавим немного изоленты. И клеем ещё намажем. Да и вообще, можно взять паяльник и вплавить пару скрепок. Берём плафон и надеваем сверху. Отмечаем лишнее, которое нужно будет отпилить. Отмеряем и пилим. После этого лампа собирается. Смотрите, как идеальная сороковая заглушка вставляется в отверстие в плафоне и крепит к нему трубу. Как будто специально для этого сделали такой плафон, мать его. Вот так должно получиться. Давайте попробуем срезать с заглушки надпись. Но лучше всё-таки шлифануть. Я покрасил верхнюю часть трубы и заглушку белой краской. Возможно лучше будет чёрной, я пока не определился. Переходим к электронике. Провода с задней части матрицы в принципе можно все отпаять, кроме трёх основных. Там где пин д ин. Но я решил продублировать питание, как это и задумано разработчиком матрицы. Провода будут вставляться в трубу. Да, кстати, вот наша схема проекта. Как видите, всё очень просто. Компонентов мало, собирать легко. Также перекладываю схему пайки. У многих с этим почему-то проблемы. Всё питание можно объединить в одну скрутку и потом раскидать по компонентам схемы. Конденсатор ставить не обязательно, он грубо говоря улучшает стабильность работы микроконтроллера. Люблю вот эти китайские монтажные проводочки. Смотрите, как удобно снимать изоляцию. Ну как снимать? Загалять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее аккуратно всё собираем. Нам понадобится сделать паз под провод вот здесь. И в стекле, всё верно. Можно алмазным надфилем, можно китайским дремелем под струёй воды. Крепим матрицу длинными стяжками или двумя короткими. Провод закрепляем по классике – суперклей и сода. Сенсорную платку нужно закрепить в миллиметре от поверхности, используя двухсторонний скотч. И конечно же сопли пистолет. И кстати да, делать это нужно после просовывания модуля вместе с проводом через отверстие в плафоне. Модуль должен стабильно отрабатывать касание пальцев с обратной стороны заглушки, без залипаний. Окончательно собираем лампу. Также можно обернуть матрицу калькой для лучшего рассеивания света, чтобы не было видно отдельных пикселей. Ещё я попробовал затемнить нижнюю часть лампы, там где нет светодиодов. Я сделал это при помощи чёрной изоленты, в целом смотрится нормально и потом я может быть покрашу это из баллончика. Осталось нам всего лишь загрузить прошивочку. Обязательно подключаем внешнее питание, и подключаем плату к компьютеру через юсб. Краткая инструкция по настройке и загрузке прошивки есть на странице проекта, но там есть некоторые особенности, давайте я лучше вам всё быстренько покажу. Первым делом, если это ваша первая встреча с ардуино подобными платами, читаем вот этот гайд для новичков. Из него вам нужно скачать и установить программу ардуино AD, скачать и установить пакет ява. Далее скачать и установить драйвер на CH40, вот так это выглядит. Оп, готово. Далее возвращаемся на страницу проекта, качаем архив с проектом, распаковываем. В папочке libraries находятся библиотеки, их копируем и вставляем в c программ файл с ардуино libraries. Возвращаемся в проект, заходим в папу с самой свежей версии прошивки, открываем один из файлов, проект автоматически откроется в программе ардуино IDE, все файлы сами подтянутся и станут вкладками. Вот тут у нас есть ссылочка, её копируем. Открываем файл настройки, вставляем ссылочку вот сюда, нажимаем ок. Далее инструменты, плата, менеджер плат. Ждём когда всё подгрузится. Листаем вниз, ищем ESP8266. Устанавливаем версию, внимание, 2.5.0. На более свежих версиях у меня не работало, будьте внимательны. После этого выбираем плату VMSD1R1 или ноду, в зависимости от используемой платы. Размер флеш рекомендует ставить 1M Spiffs, вот здесь рекомендует ставить higher bandwidth. Порт. У вас должен появиться порт, номер которого отличается от первого. Если драйвер установлен, у вас нормальный провод и плата подключена, порт должен появиться. Пройдёмся по настройкам. Максимальная яркость лампы в режиме рассвета, и сколько горит рассвет после окончания срабатывания будильника. Размер матрицы. Если покупать всё как у меня, то ничего менять не нужно, если вы мотаете матрицу самостоятельно, то читайте гайд на сайте. Далее время. Это смещение по часовому поясу, я живу в москве, у нас плюс 3. Режим работы. Если у вас есть роутер, то режим оставляем 1. Если роутера нет, то можно заставить плату работать как точку доступа вот с таким названием и паролем. Важный момент ещё. В прошивке есть крутая фишка с ограничением тока потребления, яркость автоматически уменьшается по расчёту. Вот тут можно настроить максимальный ток, не рекомендую ставить выше 2 ампер, т.е. 2000 мА, так как светодиоды у нас в пластиковом корпусе без теплоотвода, могут перегреться и вообще не стоит этого допускать. Ну и в принципе всё, нажимаем кнопку загрузить и ждём. Готово. Итак, после первого запуска плата создает точку доступа с названием и паролем, которые указаны в прошивке. Подключаемся. У меня сразу открылась страничка конфигурации, которую генерирует контроллер в лампе. Нажимаем настроить вай фай, выбираем название своего роутера, вводим пароль, и если переподключение не произошло, значит ламп подключилась к роутеру и вообще запустилась. Открываем монитор порта, скорость связи выбираем 115-200, нажимаем кнопку перезагрузки на плате. Видим надладочную информацию, нас интересует локальный айпи адрес лампы, сабминаем его и возвращаемся к смартфону. Я сделал приложение под андроид, яблофилы извините, это мы не проходили, это нам не задавали. Заходим в плеймаркет, ищем гайвер ламп, устанавливаем. Смартфон должен быть подключен к тому же роутеру, что и лампа. Запускаем, заходим в настройки, указываем айпи адрес лампы. Если всё сделали правильно, появится надпись подключено. Лампа кстати шлёт ответы на запросы, они показываются вот здесь, и можно сразу проверить её время. Всё правильно. Давайте сразу покажу, что умеет девайс. Переходим во вкладку режимы. У каждого режима персонально можно настроить яркость, то есть любой режим можно сделать ночником. У всех режимов есть настройка скорости и настройка масштаб, на каждый режим она влияет по разному. Здесь понятно, меняет количество, то бишь плотность вспышек. Второй режим – огонь. Масштаб у него меняет цвет пламени. Вот так вот. Нотуральный цвет. Жёлтенький. Ерёненький. Голубенький. Радуга вертикальная. Масштаб растягивает радугу. Радуга горизонтальная. Тут всё тоже самое. Смена цвета. Тут всё понятно, масштаб задаёт плавность смены. Далее режимы, которые я назвал 3D. Безумие цветов. Облака. К сожалению, камера не передаёт такие яркие цвета, в жизни всё выглядит обалденно, как настоящее небо с облаками. Далее мой любимый режим – лава, она кипит и булькает, на ней всплывают и лопаются пузыри. Очень, очень, очень крутой режим. Камера, к сожалению, не передаёт всё буйство красок. Кстати, меняя масштаб и скорость, можно добиться эффекта лаволампы. Плазма – тоже просто буйство цвета. Радуга – тоже самое, очень кислотно яркий режим. Эффект павлин – это радуга с чёрными полосками между цветами, очень необычно выглядит, как радужные разводы. Меняя настройки, можно сильно поменять эффект, и он будет выглядеть совсем по-другому. Зебра – чёрно-белые полоски. Шум леса. В жизни выглядит гораздо лучше, как будто смотришь на небо сквозь листья, а листья колышутся на ветру. И последний эффект – океан. Похож на лёгкую ряд на воде, тоже очень красивый. Напишите кстати в комментах, какой эффект вам понравился больше всего. Так, тут у нас кнопочка вкыл-выкыл, и вторая главная крутая фишка этой лампы – режим будильника рассвета. Вот тут у нас менеджер будильников на неделю, их можно включать и выключать. На каждый день можно задать время рассвета. Также есть общая настройка продолжительности времени рассвета, она влияет сразу на все дни. Так, давайте попробуем. Сегодня у нас четверг. Поставим будильник на 15.30, рассвет за 15 минут. Вот у меня эффект огня в режиме ночника. Ждём. За 15 минут до предполагаемого будильника начинается рассвет. С тёмно-красного лампа начинает плавно разгораться в жёлто-белый. И выключается спустя одну минуту после предполагаемого будильника. Также рассвет можно прервать кликом по кнопке, и лампа перейдёт в тот режим, который был перед рассветом. Или выключится, если была выключена. Забыл рассказать. Просто одиночное нажатие включает и выключает лампу. Удержание позволяет менять яркость, то есть вот я удерживаю, яркость растёт. Отпустил, удерживаю ещё раз, яркость уменьшается. Двойное нажатие позволяет переключиться на следующий режим с его уже настроенной до этого яркостью. И тройное нажатие позволяет переключаться на режим назад. Вот такой у нас сегодня получился интересный проект. Думаю многим будет интересно его повторить, особенно осенью. Все инструкции и вся полезная информация как всегда находится на странице проекта у меня на сайте. Предлагайте свои идеи по доработке лампы, по эффектам и режимам работы. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые проекты и эксперименты. С вами был как всегда Алекс Гайвер, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok